Девушки отдыхают Я бы бежал отсюда со всех ног О нет А вот и ваша добыча прямо перед вами Вовремя привезли Бежим Отличный выстрел, братец Ты чуть не попал Витер, вставай Вставай, Витер Ты можешь идти Нога, быстрее Стреляй Одно очко большому Джорджу Вы видели? Точно в десятку Бежим Каластафь его Вот это да Даже сердце прихватило Клянусь, Бедом, точно Яблочко по движущейся цели Лучше не бывает Смотри, что он делает Эрик Может быть, Питер разрешит тебе освеживать следующий Размер руки вроде дюйма Шестьдесят, шестьдесят пять И даже больше Поздравляю, Джордж Отличный экземпляр Прекрасный Боже мой Ваш телевизор исправен Не пытайтесь настраивать канал Все передачи под нашим контролем Мы управляем горизонтальной и вертикальной разводкой Мы можем передать вам тысячу каналов И очистить один кадр до полной прозрачности А потом заглянуть внутреннего Мы способны заставить вас видеть все, что родится в нашем воображении В течение следующего часа Мы будем контролировать все, что вы увидите и услышите Вам предстоит испытать трепет и познать тайну Которая, родившись в глубинах нашего разума Стремится за грань возможными За гранью возможного Человечество оказалось уникальной формой среди различных форм жизни Охотно От других видов оно отличается не только разумом, нравственным началом и самосознанием Но и своими отрицательными качествами Человек — единственное живое существо на Земле, которое убивает ради удовольствия Эрик, иди сюда У тебя что, ноги к Земле переросли? Давай скорее Давай, давай В это путешествие мы отправились ради тебя Когда-нибудь ты будешь показывать эти фотографии внуком Будешь рассказывать, как ты свалил бегущего 60-ти килограммов ван-дер-раде Это ты в него попал К тому же он хромал Таковы правила игры Первым погибает слабый Не расстраивайся, осталось еще три, и один из них твой Готово Что возьмете в качестве трофея, мистер Никклс? Черт его знает Такое на каменную полку не поставишь Большинство спортсменов охотятся за центральным процессором Это что-то вроде сердца и мозга в одном флаконе Да Ну как? Отвратительно Когда я первый раз свалил косулю, а твой дед стал ее освежевывать, меня чуть не стошнило Помнишь? Кажется, он еще шевелился, и мне пришлось его пристрелить, чтобы не мучился Они почти такие же, как люди Они роботы Машины, отжившие свою жизнь Если на них не охотятся, они все равно рано или поздно окажутся на свалке И потом выбирать, на кого охотятся, тоже не приходится Защитники природы постарались Когда я охотился вместе с твоим дедом, Эрик, не было животного, которое ходило, ползало, плавало или летало И которое не могло бы стать добычей Львы, белые медведи Славные бреденькие Жаль, что тебе не довелось это увидеть Пора идти дальше Нельзя, чтобы они ушли слишком далеко Веди нас, Пит Я чувствую запах андроидной крови Стоять Я не причиню вам зла Я только объясню вам правила охоты Вы объяснили их Ведеро Он все равно не дошел бы до первого флажка А вы дошли Лучше пристрелите нас прямо сейчас и покончим с этим Пусть говорят Мы намерены предоставить вам шанс выжить Идите к черту В 12 километрах к югу и юго-западу Отсюда находится дамба на золотой дыре Кто из вас умеет добраться до последнего флажка на вершине дамбы Тот получит свободу Свобода вернуться к каторжному труду на шахтах Полную свободу Ничем не ограниченную Вы будете жить среди людей до конца ваших дней Это и есть правила охоты Вопросы есть? Мы даем вам фору в 15 минут Можете идти Мы должны соблюдать правила Обожаю смотреть, как бегут эти андрики Понятия не имею, как тебе это удается, Пит Дома такого не попробуешь Он лучший следопыт И лосося может закоптить не хуже шеф-повара Вы мне льстите Налейте ее на шевел Завтра он станет мужчиной Чтобы стать мужчиной, надо научиться убивать Ты прав, это особый ретел То, чему он учился на охоте, очень приводилось мне в жизни А тем, кто занимается нашим делом, инстинкт убийцы просто необходим, правильно? Я все же надеюсь, что он мне не понадобится Кем ты собираешься стать? Пока что мне хочется стать антропологом Этим ты много заработаешь Не приставай к нему Последнее, что ты убил, это надежда на заключение сделки с Транскарго Я до сих пор пожинаю плоды твоей удачи Откуда вы знаете, что андроиды сейчас никуда не идут? Главным образом они питаются энергией солнечного света Солнечные батареи встроены прямо в их кожу Но чем запас энергии понижается, они не могут уйти далеко И Пит за ними следил Они разбили лагерь меньше, чем в километре отсюда Мой друг в школе, его отец сказал, что если нас поймают, то нам грозит штраф 40 тысяч Это все-таки лучше, чем наказание за обычную охоту Год тюрьмы как минимум 5 лет, если вид находится на грани вымирания А это можно сказать про все достойные виды А что мы будем делать, если один из андроидов решит сопротивляться? То-то и дело, программа, заложенная в них, этого не допустит В этой модели установлен блокирующий чип, не позволяющий роботам нападать на человека Зато они запрограммированы на выживание, без этого они долго не протянули бы в шахтах Они идеальный объект охоты Я все равно думаю, что мы не имеем права охотиться на них, как на животных Ты изменишь свое мнение, как только прикончишь первого Это примитивные существа, они сложнее пещерного человека Первобытные люди редко охотились В основном они были падальщиками, собирателями Похоже, наш студент все знает Чуть ближе, у меня уже не те глаза Говорят, что следующее поколение, РЛ-9, будут самодиагностикой И медики вроде меня будут не нужны Ну как? Уже лучше Почему тебя вытащили из шахты? Ты вполне ремонтно пригодна Говорят, что я работала с озвоением Нарушение повторяемости? Нет В последнее время меня часто парализовывало И я останавливалась и смотрела в одну точку Вселенная батарея Для работы в шахтах она не годится Если бы я знал, я бы прописал модернизацию Дело не в батарее Я переключалась в автономный режим Говорят, что меня спас другой дроид А что с тобой, Кэл? Повреждение центрального процессора Самопроизвольное выбросы энергии Непредсказуемое поведение этого не боятся больше всего Думаешь, они нападут на нас ночью? Вреда Они хотят, чтобы все это тянулось как можно дольше Хотят насладиться каждым убийством Мерзкие садисты С чего ты взял? Садисты наслаждаются болью жертвы А люди знают, что мы не чувствуем боли И это их оправдывает? Они создали нас Дали нам жизнь, а значит, имели право ее отнять Я тебе не верю, Кэл Это у него конструкция такая Роботы-слуги, как правило, посредники Они постоянно имеют дело с людьми Поэтому в них запрограммированы качества, которых у нас нет Например, они не видят истину? А что есть истина? Есть смысл в том, что люди жестокие, кровожадные и чудовища Есть такой писатель, чьи книги я себе ввел Эрнест Хемингуэй Он пишет о времене, когда еще были бои быков Так вот, бык мог продемонстрировать на арене такую смелость, что ему сохраняли жизнь Просто святые Больше его драться не заставляли А если люди такие чудовища, то почему они уважали смелость даже в животном? Наверное, потому что они сами животные Предваряю заправиться водой Она может понадобиться биосистемам Приготовься, сынок, она твоя Я не могу Стреляй, Эр, ты об этом пожалеешь Ты любишь убивать, ты стреляй Прекрати, Эрик, стреляй Не волнуйся Пусть приподнимется Пусть приподнимется Черт, ты ведь мог попасть Что с тобой? Прекрати, ты ее не убил В следующий раз постарайся не промахнуться Ты ведь нарочно промахнулся Отстань от меня Зачем я тебя только взял? Я тебя не просил Мужчина, из тебя не получится Если быть мужчиной, значит жить, как жил твой отец То я не хочу быть мужчиной Это благодарность за то, что я тебя вырастил Меня мама вырастила Я гнил спину ради тебя, смотрю, неблагодарный щенок Ты это делал не ради нас Все, что ты делал, ты делал ради самого себя Как ты думаешь, почему мама ушла от тебя? Я привез вас сюда, чтобы вы охотились, а не скандалили Если я еще раз увижу подобное, ты мне за это ответишь Надо отдохнуть Опять астма разыгралась Что это за место? Похоже на старый охотничий дом для выдоха Обычно люди пережидают у них снежный бой Откуда ты знаешь? Джек Лондон До чего же мы доели твои книги? Охотники устроили ночной привал Здесь мы будем в безопасности Будем надеяться, что они не сумеют отследить наш маркрут Ну что ты теперь думаешь о своих людишках? Это инстинкт Они просто следуют своим инстинктам Ты признаешь, что они находят удовольствие в убийстве Какими бы ни были трудности, они все равно выживают Это все книги, в которых он начитался Они убедили его, что люди это божий дар мир Так оно и есть Любое другое существо бледнеет рядом с человеком Если бы мы могли дать отпор, я бы им доказала, что в андроидах гораздо больше человеческого, чем они думают Подвижность восстановлена Готово Готово Ну, что тебе известно? Какой смысл? Мы все равно не смогли бы ими воспользоваться, даже если бы захотели А это что такое? Не может быть, это чертежи Чего? Нас, смотри Серия RL8 Все секретная электроника, чипы модификации, адаптивные алгоритмы, схема модернизации, переключатели режимов, коды доступа Я 22 года был медицином, а мне ничего такого не показывали Уходим, если кто-нибудь узнает, что мы нашли эти схемы И что, нас прикажут уничтожить? Очнись, Келл, они это уже сделали Ты понимаешь, что это значит? Ты сможешь отключить блокирующий чип? Достаточно изменить две простеньких схемы и ввести несколько кодов в процессор, мы обойдем эту дрянь Этого нельзя делать Сдерживающий механизм будет отключен, мы сможем сопротивляться и убивать их Если мы хотим выжить, это наш шанс Я не позволю Посмотри на себя Ты не можешь проявить агрессию даже по отношению ко мне, как ты собираешься выживать Или, может быть, ты не хочешь жить Так жить я не хочу Начинай с меня, док, я готова Ложись на стол Я подожду снаружи Я подожду снаружи Не бойся, я буду тебе подсказывать Потеря на рай Я готов с восторгом встретить смерть и стать землей Бесчувственной В нее блаженна лечь, как волна материнская Покой Я там вкусил бы И силой чайший Сон Кто это сказал? О, Адам Первый человек Что и требовалось доказать? Люди рождены, чтобы любить смерть Вы, как вы ошибаетесь Почитайте Литона, Шекспира или Торо Их книги — хвалебная песня Красоте, добродетель, жизнь Если бы у меня было такое оружие, я бы тоже слагала хвалебные песни Если ты поможешь, дело пойдет быстрее Я не могу Не можешь или не хочешь И вообще, зачем ты читаешь эти книги, если их можно моментально загрузить? Люди читают Чтение помогает усвоить мудрость Чем тебе не нравятся андроиды? Ничем Это моя судьба Но если бы я мог выбирать, то я бы выбрал свободу и жизнь среди людей Даже после того, что ты видел, после всех зверств, которые они совершили? Если мы будем двигаться с такой же скоростью, то они придут на Златую гору раньше нас Шевелитесь Спокойно Спокойно Есть! Вам очень повезло, мистер Неплес, эта штука должна была вас убить Ты уверен, что это делорук андроидов? Убежден, там были их следы Этого не может быть Плют Ты ведь сказал, что они не способны умышленно нападать на людей А это что такое? Я был здесь десятки раз и никогда ничего подобного не видел Что это, Пит? Андроиды? Они здесь были А чертежи? Что на них? Схемы Вместе с ними медик Им достаточно было отключить блокирующий чип Они объявили нам войну Да, это война Борис, что так Здесь вся информация, которая необходима, чтобы пойти войной против нас Кто оставил здесь эти чертежи? Я Джордж И серьезное боевое оружие тоже Что? Ты с ума сошел? Ты просил меня взять тебя на настоящую охоту На такую охоту, которая сейчас запрещена Никто не надевал намордники на львов, когда мы с отцом охотились в саванне Никто не отпиливал руку нападающего носорога На то она и охота Это льва база выживания Ты сумасшедший Ты хочешь нас всех уделить Я хочу, чтобы вы испытали ощущение, которое теперь недоступно никому Настоящая охота Это тебе не ловно, рыба в садке Это значит, что ты преследуешь жертву в честном бою Ты хотел настоящей охоты, братец Ты ее получил Если андроиды нападут, то стрелять в них будут не только стрелами Мы так не договаривались, кто знает, что еще выкинуть эти роботы Будь я проклят, если я не прав Ты просто испугался Если с моим мальчиком что-нибудь случится, отвечать будешь ты Оставайтесь здесь Идем Дядя Плюк не желал никуда уходить Если мы останемся здесь, то превратимся в живую мишень Дядя Плюк не желал никуда уходить Диана Наталья На грамоте Будь я иду Будь я иду Надеюсь Извини Будь я иду Я ничего не вижу. Идем, я буду вашими глазами. Мы видели, он пошел туда. Ну что, господи, вам повезло больше, чем нам? Они здесь были. Проклятие. Они взяли две наших винтовки. Я ведь просил вас никуда не уходить. Нам показалось, что они прячутся в кустах. Классический обманный прием. Они вас перехитрили. К сожалению, большого ума для этого не потребовалось. Ну что ж, хотят по-плохому, будет по-плохому. Пит доставает GPS, и я хочу знать их точные координаты. А вы? Если я приказываю что-то сделать, делайте это. Скорее, они приближаются. Один готов. Убийцы, разрушители. Вот они кто такие. Какого черта вы ждете? Остались мы вдвоем. Как долго ты рассчитываешь протянуть, если ты до сих пор не готова защищать себя? Проклятие, не стреляй. Дайте посмотреть. Надо. Ты поступаешь со мной так же, как с тобой твой отец. Когда же это кончится? Все в порядке, мистер Микклз. Ладно, пошли дальше. Эрик, пошли. Эрик? Эрик? Я его найду. Мистер Никклз. Я знаю, что вы здесь. Мистер Никклз. Нам пора идти дальше. Не с места. Руки поднять. Бросайте оружие. Ладно, пусть будет по-вашему. Нет. Нет. Зачем ты отдаешь нашу воду этим шакалам? Мы можем договориться с остальными. Жизнь в обмен на нашу. Отпустите нас и клянусь. Я заставлю их прекратить охоту. Тара. Ну, конечно, ты веришь в договоры с людьми. А ты считаешь, что доверять можно всем андроидам? Они, по крайней мере, не убивают себя подобных. Я в этом не совсем уверен. Нет. Боже. Он пил не как люди, потому что он не человек. Простите, мистер Никклз. Ваш дядя решил, что вам и вашему отцу об этом лучше не знать. Жалкий предатель. Вы не понимаете. Но меня тоже однажды охотились так же, как и у вас. Так вот, как ты получил свою свободу. Я получил свою свободу за то, что выжил, когда на меня охотились. Вы тоже ее получите, если доберетесь до флажка. И ты согласился охотиться вместе с людьми? Андроиды отвергли меня. И люди не приняли меня тоже. Кому, кто поднял руку на себя подобного, нет оправдания. У меня не было выбора. Когда я отказался подчиняться, их правила меня подвергли 586-й процедуре. Меня перепрограммировали, чтобы я подчинялся. Но я все равно не убил ни одного дроида. Ни одного. Но как ты мог помогать людям убивать? Если вы меня не пощадите, отпустите хотя бы мальчика. Он не поднимал на вас руки. А как же устройство слежения? Разве нельзя воспользоваться? Оно было упито. Что же им теперь делать? Мы встанем на рассвете, найдем и убьем этих электронных подонков. Мне не нужна никакая охота. Я хочу только одного, чтобы Эрик был цел и не грудем. Ты хочешь, чтобы и я стал такой же тряпкой? Эрик не тряпка. В нем больше здравого смысла, чем в нас вместе взятых. Если ты так беспокоишься об Эрике, то мы должны устранить все, что ему угрожает. Никак не могу наладить устройство слежения. Это бесполезная электронная игрушка этого андроида. Я не знаю, что он сам стал таким устройством. Он только делал вид, что это настоящий прибор. Значит, люди все-таки не самые большие доки, по части обману. Все равно он лишь хладнокровный наемник. Я бы не смог охотиться на себе подобных. Никогда. Я все-таки не могу понять, почему ты не видишь, кто такие люди на самом деле? Я вижу их слабости. И их жестокость тоже. Почему же ты не разрешаешь отключить свой блокирующий чип? Не знаю. Ты все равно сможешь стать человеком, если захочешь. Даже после этого. Если я ему стану, то лишь потому, что у людей есть настоящие чувства. Они эти аналоговые эмоции, которые бомбардируют наши сенсоры. Чем же они хороши, эти чувства? Когда тебя забрали, я не знал, где в конце концов ты опираешься. Но я знал, что я должен быть рядом с тобой. Так это был ты? Это ты спас меня жизнь. Вот откуда все неполадки во мне. Ты это сделал, чтобы я оказалась здесь. Я сам повредил свой центральный процессор. Я загрузила в себя те чертежи, и могу провести процедуру 586, если ты захочешь. Да, я буду благодарен. Иди. Уходи. Уходи. Я его вижу. Ты уверен, я держу его на прицепе? Нет, пусть этот достанется мне. Он уже не обидит моего мальчика. Уходи. Осторожно. Он убит еще один. Я хочу его голову. Кровь. Нет. Нет. Папа. Господи. Нет. Нет. Боже, нет. 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 Ты в этом не виноват, Джордж. Они надели на него свой желез. Они тебя подставили. Никто не должен узнать, что случилось. Его убили андроиды. Никто не скажет, что это не так. Заткнись. Заткни свою пасть. Я им отомщу. Он был моим племянником. Он был моим сыном. Ты пойдешь со мной? Нет. Нет. Ничего. Я сам отвечаю этим мерзавцам. Вот увидишь. Я отомщу. Сколько нам еще идти? Тогда мы бы меньше километра. Последний флажок на вершину. Они обещали нас освободить, если мы доберемся туда. Никто нас не освободит. Тара. Нет. Не может быть. Прошу тебя. Дурачок. Мой милый дурачок. Чудовище. Чудовище. Как я не замечал. Ты можешь отключить мой блокиратор? Если хочешь. Отключай. Это ты. Ты убил Таро. Единственное существо, которое я любил. Нет, нет. Это не я, клянусь. Это мой брат. Он спят, он тогда понял, что убил собственного сына. Я пытался его остановить. Это не я. Ты готов придать собственного брата, лишь бы спасти свою шкуру. Так вот, что значит быть человеком. Тара была права. Если вы меня убиете, вам конец. Вы ведь этого не хотите? Я хочу, чтобы ты умер и умер от моей руки. Послушайте. Вы не можете ненавидеть людей. В вашей трагоге что-то случилось. Но мы можем это исправить. Вы добрые, хорошие. И доверяете нам. Скажи ему, Пит. Что сказать, мистер Клюк? Прикажи ему опустить антовку. Он мне не подчиняется. А я не подчиняюсь им. Я тебя ни разу не обидел. Ты не веришь, правда? Больше не верю. ПОлетел. ПОлетел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы дошли. Наименование. Кэлл-54. Пит-41, следопыт Клюта Николсон. Я охранник территории номер пять. Эта охота была незаконной, и все участники подвергнутся наказанию. Делайте со мной что хотите. С тобой? Только ты один и свободен. Я не понимаю. Закон гласит, что всякий дроид, уцаревший в незаконной охоте, получает неограниченную свободу. Тебе повезло. Ты можешь стать членом человеческого общества. Лучше вернуть в шахты. Лучше смерть. Послушай, может, я неясно выразился, но ты свободен, а можешь жить среди настоящих людей. Сдавай оружие. Дай, что он говорит, Кэл. Пожалуйста, убейте. Я умоляю, убейте. Черт возьми, что происходит? Я убил. Я заслужил казнь. Ребята, постойте здесь. Отряд андроидов. Я задержал изменника. Похоже, ему нужна процедура 586. Да, верно. Мы идем к вам. Конец связи. Теле это нужно? Зачем все это? Это все ложь. Сожги ее. Я не причиню вам зла. Я хочу вам только объяснить правила охоты. В панели того, как машины все больше становятся похожими на людей, мы, люди, должны сохранять наш человеческий облик. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ